Друзья, меня зовут Денис, я командир Русского добровольческого корпуса. В последнее время все больше русских военнослужащих сдается в плен, пополняют обменный фонд, но далеко не все из них хотят вернуться на родину. Многие из них изъявляют желание пополнить ряды нашего подразделения. Русский добровольческий корпус на то и добровольческий, что мы не берем всех подряд. Поэтому перед тем, как решить судьбу очередного пленного, мы проводим небольшое собеседование, выясняем детали его биографии, то, как он попал в плен и выносим решение. Поэтому перед вами ряд видео наших собеседований с нашими соотечественниками, попавшими в плен. Приветствую тебя. Представься, пожалуйста, расскажи немного о себе, грубо говоря, до... Еще раз. Просто расскажи о себе, откуда ты родом, возраст, до мобилизации или после мобилизации, если ты был мобилизован. Или ты был мобилизован из мест не столь отдаленно. Ага. Тогда расскажи опять-таки о себе, по какой статье залетел, как долго сидел. Ну, уже вкатимся. До этого был в тюрьме полтора года. До тюрьмы работал на заводе и попал с травой. С каким количеством? С 17 килограмм. А, так это 228? Да. А это какая часть в таком объеме? Это 5. Ага. Так. У тебя было покушение на сбыд или просто... С покушением на сбыд. Так. Ну, 17 килограмм это солидно. Согласен? Да. Ты выращивал? Да, выращивал. Так. Ты выращивал параллельно работе на заводе, в место. Это хобби? Это хобби, да. Слушай, ну 17 килограмм это уже больше, чем хобби. Так. Рассказывай. Сколько тебе дали? 12 лет. Так. Ну, из-за размера, из-за покушения на сбыд. Да, да, да. Так. Ты отсидел из них? Полтора. Так. Приехал Пригожин? Нет, я не застал Пригожин. Пригожин приезжал, когда я был в СИЗО. Так. Вот, из СИЗО не забирали, получается. И забирали только с лагерей. Вот, когда я приехал в лагерь, ну, пошел записываться. Сказали еще, пока нет набора. Когда будет набор, скажут. А ты сразу сказал, парни, если будет набор, я уезжаю. Почему? Свобода. Свобода. Ну, то есть, впереди у тебя было 13 лет. Да, я бы понимал, что тяжеловато будет. Ну, не то, что тяжеловато будет. Не хотелось сидеть. Не понравилось. Не люблю. Ну, никто не любит. Понятно. Так. Пришла. Пора. Записываться. Шторм-Зет. Первый срок был. Да. То есть, тебе вся тюремная романтика не изошла вообще ни разу? Нет, просто срок очень большой. Я как бы сидел нормально, я сидел. Не то, что меня там что-то кто-то принижал, щемили еще что-то. То есть, сидел я нормально. Просто сам вот этот срок, то что. И плюс к тому, что вот это СВО началось, там мне подкрутили гайки сильно. А, все, телефонная, наверное, позабирали, да? В тюрьмах, да, все, всех там, телефоны, самогон, ну все, все вот это, короче, ушло. Весь кайф. Весь кайф, 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 кайф забрали. Да, и там, и получается, начали прижимать, начали раскрутки, то, что если ты кого-то не послушал, толкнул, нагрубил, тебе еще раскручивают. И, ну, по пятерочкам ходить, как бы я вот приехал, у нас все было нормально, я заехал на Новый год, получается, в лагере. Все там, все гуляли, все, давай, давай, туда-сюда, ходили, гуляли, все было хорошо. И, получается, уже, наверное, Минобороны занялась вот этой вербовкой. Вербовкой, да. И вот тогда сразу за месяц приехал новый хозяин на тюрьму, все поменялось, пересажали, уехали под крышу. Ну, это ужесточение режима у нас и так строгий, получается, если кто-чего. Не так всех под крышу на сутки по уголе обиженными, ну, что не будешь сопротивляться, просто сейчас заведет тебя в комнате обиженный, обнимет, и все. Ну, понятно. Как бы, ну, такие вот моменты всякие разные начались. Рабочка тоже там начали их прижимать, то, что мы раньше на рабочку ходили, как бы, дела свои делать, не для того, чтобы работать. А тут уже пошло то, что мы должны работать, должны вот эти нормы выполнять, кто не выполняет их, опять так же. Ну, сутки-сутки, потом раскрутка, это, я забыл, как называть, ну, короче, еще к сроку тебе могу накинуть 2-3 года. Просто за то, что ты плохо работаешь. Не за то, что ты отказываешься, а за то, что ты плохо работаешь. Не так, как надо. Ничего себе. Вот такая система. Когда я пришел, на АСО собиралось примерно, ну, человек 30. Когда вот это все подкрутилось, там сразу уже было человек 200. А-а, понятно. То есть, по большому счету, как ты думаешь, можно сказать, что на зонах, лагерях искусственно создавали такие негативные условия пребывания, чтобы люди охотнее шли на... Ну, да, это все так считают. Ну, все поняли, что, ну, не именно из-за этого, не из-за того, что вдруг им захотелось порядка в тюрьме, а именно вот. То есть, по большому счету, администрация таким образом пыталась выполнить какие-то нормы, дожинать. Да, но им, да, как бы, наверняка я не знаю, я знаю, слухи ходили, то, что, например, вот с Тульского права, им говорят, нам нужно вот столько-то человек, и все, и пошло. Как хотите, будьте любезны. А они не могут вас просто отослать? Человек должен добровольно подписаться? Да, я должны подвести, да, это, ну, некоторых записывали, но по большинству просто шло само, потому что, ну, все. Были, да, люди, которые сами шли именно вот на войну, им остается там год, еще чего-нибудь. Кто-то, у кого-то были знакомы из ЧВК, они прошли нормально полгода этих, все, их отпустили, они звонят с воли. Парни, все, давайте, все работает. Да, все работает, все, ну, никто никого не манну. Но это были, скорее всего, вагнеровцы. Это были вагнеровцы, и когда нас набирали, мы до последнего момента думали, что мы едем к ЧВК, потому что, ну, как Минобороны может зэков собирать? Мы только, когда уже в Ростов приехали, уже так начали думать, что да, все, мы все-таки в Минобороне и поняли то, что, ну, я вот, например, для себя точно понял, что, ну, будет беспредел. Я был в армии, знаю, как, знаю многих... Ты пошел в ручку. Да. Знаю многих контрактников, как у них там этот все, ну, с Минобороны, как они кидают с деньгами, как со всем остальным. Ну, и у меня так и получилось. А вам положены были какие-то выплаты? Да. Какие? У нас получается 130, вот я видел, у кого из наших были. Но получается процентов 10-15, где-то 10 процентов, не получали вообще ничего. Вот мы в одной роте, в одном взводе, он получает 130, у меня 0, он там получает 40, ну, какие-то вот эти выплаты идут, 0. И еще также там есть люди. Почему? Как это объясняли? Объясняли, мы займемся вашим вопросом. Также приходили, переписывали просто имена, ну, какие есть вопросы. Вопросы по зарплате. Что нету зарплаты. Да, все, мы решим. Разберемся. Да, разберемся. Приходит на следующий месяц. Здравствуйте, какие вопросы? Зарплата. Ах, хорошо, мы вас записали. Все, вы до этого писали? Да, это все ерунда, давайте заново. Вот сейчас будем. Вот сейчас мы вам сделаем новые карты. У вас какая карта? ВТБ, да? Все, сейчас сделаем ПСБ. Ага. Приходит, ну, вот так вот. Иногда в месяц, там, два раза. Ну, вот я встречал три раза вот их. Что они приходили, какие вопросы. Ну, как будто им, ну, не все равно. И все. Вот это проходило ранение. Получил, также в госпиталь попал зеленка, обезболивающие и антибиотики. Раз, раз, все, мы приезжаем. Ну, с госпиталь выписывают. Понятно, что раньше времени мы приезжаем. Там, помимо меня, с гипсом, с костылями. Нас скидывают с танков. Все, давайте, ребята, вперед. Нас встречают. Ты приезжаешь без всего. Все, что ты там нашел, там, гуманитарка, то это и есть. Этот разворачивает. Ну, кто наш, там, начальник какой-то, разворачивает. Тех, хотя бы кто на костылях, говорит, ну, это уже перебор. Там, раз, там, кто хромает, еще пойдет. Все, поехали. Приезжаешь. Где мне взять баранжелет? Где автомат? Где, ну, где вообще мне все взять? На мне нет ничего. Ну, ты на передке, ты найдешь, как ты. И ты бегаешь. Вот тебе все говорят, что завтра вы едете. И ты носишься вот так у всех. Да, и броник, есть пластины, каску. Вот так собираешь сам себе все. Ты собрал? Я собрал. Чего был твой вооружен? Ну, у меня был 74-ка. М-ка. Баранжелет как-то, ну, все, это собрал и поехали. Я, получается, после госпиталя говорю, мы не в штурм едем. Он говорит, нет, мы не на штурм едем. Едем закрепляться, то, как обычно. Я говорю, ну, поехали, я съезжу хоть, посмотрю, как, ну, дышу, как хожу, как на это. Ну, и вот сходил. И вот я здесь. И вот я здесь, да. Что за ранение было? Миномет. Осколочный? Осколочный, ну, так, правая сторона. Где ты попал в плен? В плен, так, новоселки, этот, новоселки, Харьковская, направь, где железная дорога. Вот там. Какое было к тебе отношение в плену? Хорошее. Ты можешь говорить прям? Нет, я прям говорю, хорошее. Даже неожиданно хорошее, как бы так. А вам рассказывали, что будут ужасы какие-то в украинском плену? Да, что взорваться, лучше взорваться, чем попасть в плен. С властью вырезать будут. Будут, да, резать. И, ну, короче, что лучше взорваться, чем попасть в плен. Ну, ты подожди, можешь еще впереди. Это русский плен. Может, в украинском плену как-то? Ну, я не просто так тебя спрашиваю, потому что мы общаемся, например, с парнями, которые возвращаются там по обмену из российского плена, но они рассказывают ужасные вещи. Избиения там постоянно. Ну, там, то есть парни возвращаются сюда и там через месяц умирают. Понимаешь, там, просто. И поэтому мне на самом деле, знаешь, я слышу, ну, ты не первый пленный, с которым я общаюсь. И я ни разу еще не слышал, чтобы кого-то унижали, кого-то пытали. Ну, я понимаю, что там вы в плену, да, и на вас там какой-то груз, естественно, давлеет. Но, поверь мне, ну, вы даже не выглядите, как те парни, которых там пытают, унижают, да, и избивают. Это, по-моему, даже по поводу еды очень хорошо все. Ну, вот, видишь, понимаешь, а почему-то наша с тобой Родина в этом плане вообще ни о какой гуманности не думает. Потому что это в Синовском передали все. Потому что сильно он, как бы, и к своим примерно так же относится. Ну, для них нет вообще понятия слова. Ну, да, для них поиздеваться над людьми. Там же и, кстати, еще новый заход. Ну, вот я когда приехал, я просто приехал, поднялся в карантин. Здравствуйте, так. Чего, кого? Какая статья? В чем нужда? Сигарет, не сигарет? Вот так вот меня встречали. Сейчас люди, которые заезжают, они их ведут через коридор, на них орут. Фотоспышки бьют, король, забивают сходу. Людей забивают. Приемка, да? Приемка, да. Это, ну, про обычных зэков, не пленных. Ты проходишь, и тебя забивают, чтобы ты уже поднялся не мужиком. Чтобы ты поднялся красным козлом. Не козлом, понятно. Да. Сам употребляешь? Употреблял? Употреблял. Марихуана? Да. Ну, сам выращиваешь. Ну, я ничего. Я считаю, как бы, что это прям наркотик. Я понял. Долгий у тебя срок употребления? С 18? Нет, с 20, наверное. Ну, и также период до металла. Когда есть, курю, нет, не курю. Там бывает, несколько лет не курю. Появилось, опять курю. Ну, вот так. Это, ну, что сильнее было? Афитамины, химия какая-то? Пробовал, да, бывало. Ну, отказался от... Афитамины были. Ну, сильно, как бы... Употреблял? Ну, употреблял зубы, вот. Посыпали, да? Посыпали зубы. Этот проблем накопил, дал. Ну, и, короче, бросил. А, тебя это прям подвело, да, к какой-то черте? Ну, как бы, да, с равно я понял, что это уже слишком. Я понял. А на заводе кем-то работал, что делал? Оператор ЧПО. А, станки какие-то программировал? Программировал, стоял за ними. Там же у меня была пескоструйка. Ну, с заводом этим работал. Забирал стружку у них, мы как бы вот так с ними. Ну, нормально тоже все было. Но плантация оказалась более прибыльным бизнесом. Правильно я понимаю? Ну, да, как бы, как бы не работай, мало денег. Сколько ты зарабатывал на заводе? На заводе 70, 100 зависит. Ну, это, кстати, не самые плохие деньги. Да, неплохие деньги. Ну, я укрутился там, потому что, я говорю, у меня, помимо того, что я там на заводе работал, я забирал у них стружку, с ними, им же пескоструил детали, и вот так вот. Ладно, я понял тебя. А на плантации? 200, средняя. Нормально. В два раза. Как в армию? Так тебе можно было в армию не идти, если бы они не прикрыли плантацию. Ты мне никуда не идти. А ты никуда не собирался? Ну, я никогда не собирался, да? Все понятно. Смотри, кто остался дома? Кто тебя ждет, не ждет? Ну, уже когда я садился, я развелся и договорился, что все. Ну, как бы. Ну, чтобы никого не тянуть. И все, как бы. Когда еще в тюрьму садился, я опять оборвал все отношения. Вот так вот. То есть, в принципе, твоя судьба особо никто не интересуется? Да. Ну, как она может там поинтересоваться там? Но так, чтобы названивать или еще что-нибудь, я уже давно завязал. А мать? Мать у меня больная, с ней брат старший занимается. Я вот тоже не знаю, как там у меня. Ну, тоже уже давно не общаемся с посудистиками. Ну, понятно. Понятно. Хорошо. Слышал ли ты что-нибудь про этот символ и про русский глорусский паттерс? РДК так очень мало чего. Слышал. Ну, примерно понимаю, что это русский добровольческий корпус, который сейчас помогает Украине, а вообще против режима. Правильно? Да, да, абсолютно правильно. Ну, вот. Мы все граждане Российской Федерации с красными нашими замечательными паспортами. У нас был выбор на начало этой войны спрятаться, остаться, не знаю, на месте, уехать. Мы все решили для себя сражаться за Украину и таким же образом, в принципе, и за наше будущее, за Россию, которую мы хотим видеть на месте, той России, которая есть сейчас, на месте Российской Федерации. Поэтому для нас добровольческий принцип очень важен. И несмотря на то, что ты сейчас находишься в плену, мы ни в коем случае не хотим тебя заставлять, да, это принуждать. Ты можешь податься на обмен, ты можешь остаться там, где ты находишься, но если ты скажешь, что ты хочешь быть бойцом русского добровольческого корпуса, я обязан быть с тобой честным, да, честным, откровенным. Конечно, ты станешь штурмовиком, и мы пошлем тебя на штурм. Да, конечно, ты будешь экипирован, тренирован, ты не будешь один, ты будешь обучен. Но мы ждем от тех ребят, которые из плена хотят вступить в наши ряды, что они докажут делом свою, да, решительную позицию, свой настрой. Поэтому я тебя обязан спросить, может быть, ты устал от войны, может быть, ты не хочешь, и там, я не знаю, есть люди разные, да. Как ты видишь сам ситуацию, что думаешь, на что готов, на что не готов? Готов, я готов пойти на штурм. Готов, да. Ну, мне слышать это приятно, Саш, твое слово. Да нет, мне в целом все понятно. Традиционные вопросы. Скажи, вот мы у всех спрашиваем, представь, что мы какая-то компания, работодатель, а ты человек, который хочет попасть на работу. Соискатель. Соискатель, да. Что в тебе такого, почему мы должны тебя взять? Какие у тебя есть прикладные навыки, может, там, какие-то неочевидные навыки, применительно к войне, к военному делу, почему мы должны тебя взять? Потому что у нас есть определенный конкурс. Ну, мы не берем... Ну, например, вот, когда я там был, все задания я выполнял нормально, ну, никогда не боялся, ничего. Все, что... Любое задание я выполнил, вот пока до ранения не было таких заданий, чтобы мне давали, я где-то очканул, не пошел или еще что-то. Все были выполнены. Ну, как бы... Я, ну, как сказать-то, не побоюсь, когда надо будет, я не испугаюсь и сделаю то, что нужно будет сделать. Ты ж на Иварке был, правильно? Да. На эвакуации. Ну, про нашу эвакуацию до сих пор там еще ходят. Мы когда в госпитале были, просто была такая история, тоже кто-то напился, ну, и кто-то мне сказал про эвакуацию, то, что, типа, чего эвакуация, это не штурм, и все, кто, ну, знают нас, они говорят, не путай. Что, ну, мы вот так вот идем за ними, в бане, я их вижу, мы их вытаскиваем из, прям, ну, выдираем. У тебя есть какие-то навыки медицинские? Медицинские, ну, минимальные вот эти. Что, нас обучали 4 дня. У наше обучение, все, и нас привезли. Мы говорили, когда нас еще подучат, они говорят, ждите вас, вы здесь научитесь. Ну, как бы, прям таких хороших навыков медицинских у меня нету. Я знаю, что надо перевязать, утащить. Чем быстрее ты сделаешь, тем лучше. Ну, как бы, ну, не врач я, но вытащить могу человека. Можешь сказать, сколько людей, грубо говоря, ты, не знаю, спас, вытащил. Раз, два, три живых, где-то 15 мертвых. Где-то так вот, 4, даже. Пятый умер. По сути, на руках тебя? Ну, да, мы вместе с ним ехали. Вот, крайним, получается, мы его несли и попали под минометный обстрел. И нас вот раздолбило. Получается, он уже был с ранением, я раненый. И тащить там было 8 километров. Ну, так. Как свою форму физическую оценишь? Сейчас, ну, на четверку, наверное, еще надо посмотреть, потому что, ну... На четверку из пяти, или на шести? Не-не, из пяти, из пяти. Как бы, еще посмотреть надо. А так, ну, нормально уже себя чувствую, отошел от... Плохих мыслей. Ну, от ранения, я не видел. Я понял. Привычки, зависимости, что с этим? Зависимости сигареты. Это понятно. Ну, и все. Я против, я не говорю. Я понимаю. Ну, я тоже давно уже не курю. Я понял. Вот. А так, алкогольный нету. По поводу травы мне никогда не было зависимости. Ну, и все. Обидно, наверное, зависимости нет, а срок, а срок есть. Да. У меня там следователь тоже спрашивает. Меня вывозили на эту, на комиссию. Он говорит, как так у тебя нету, меня на учет не поставили. А, ты даже не стоял в специале? Нет, я говорю, как так? Я говорю, я в зависимости не имею. Ну, я объяснил то, что да, к сигарету у меня есть. Чисто бизнес. Да, 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 да. Хорошо. Хорошо. У меня, в принципе, особо в этом плане вопросов нет. Могу так спросить факультативно. В плане, там, политики ты как-то ориентируешься, не ориентируешься? Есть у тебя, собственно, какой-то, не знаю, там, спектр взглядов нету? Ну, что, режим мне не нравится, да. Я примерно знаю, ну, что творится там, как бы, какой беспредел у нас в стране. К самим, наша семья попадала под этот беспредел. это я все знаю. Что, что страна у нас, как тюрьма, по сути, режимы разные. Ну, причем все жестче и жестче. Жестче и жестче, везде. Ты можешь быть не в курсе, сейчас, председатель Госдумы, по, председатель комиссии при Госдуме по, там, военным каким-то делам, Кратополов, сказал, что мобилизованные будут на СВО находиться до окончания СВО. Не будет никаких ростаций, не будет никаких отгулов, загулок. Их мне больше всего и жалко. Как бы мы, зэки, понятно, а человек работал, да, его просто вот так вот выдернули. Он вроде старался жить, как вы хотите, да? Ну, понимаешь, выбор-то был. К нам едут ребята со всей России, молодые парни, взрослые, музыки, которые просто бросают все и приезжают сюда, понимаешь, кто-то пытается семью вывести, кто-то не пытается, кто-то тайком от семьи, и они приезжают к нам, понимаешь, хотя они тоже все могли быть мобилизованы, но не каждый про вас знает, вот я вот в этом, как бы, наша доработка. Потому что я про вас узнал, вот именно, вот только принуду, когда вот вагнерадо, газовали, тоже там половина людей стояли, ждали, типа, вот, чабы, если бы они зашли к нам, и половина бы там роты ушло бы с ними, что, ну, многие, многим не нравится режим, именно режим, не то, что там, вот, сама эта война, это понятно, что мы вообще не понимаем, все не понимают, никто тебе из старших не может объяснить, за что мы воем, что мы здесь делаем, какие цели, с куда нам выйти, но и просто вот этот режим многим, тем более зэкам, конечно, они изначально все бунтари, как бы, ну, понятно, понятно. А вы просто, у меня такой шут, у тебя, если семья попала под эту систему? Ну, вот у нас было хозяйство, фермерское хозяйство лет 20, все уже, оно развилось, там, тысячи коров, молокозавод, свои поля, гектары, там, прям, большой колхоз, приезжает Сечин, этот раз, не знаю, покупает там деревню себе, ну, не дома, а деревню, говорит, типа, вот мне нужны вот эти поля, дядька говорит, как, ну, не отдам, то есть, так проще, говорю, как не отдашь, и все, начинается, ФСБ налоговое, сносит, до такой, ну, все, весь колхоз просто вот это, отбирают, и говорит просто, скажите спасибо, что вас не посадили, все. Хотя тебя и посадили. Нет, ну, меня как бы за дело посадили, а его просто за то, что вот он 20 лет вот это зерно растил, молоко, все делал, так же у него были договора с государством, что он зерно будет сдавать именно туда, ну, как бы он не ожидал, что его могут так просто вот так снести, подвинуть, просто Сечен приехал из-за того, что ему захотелось, и вот так сносится, в Туле сносится вот этим мироторгом, вот эти фермерские хозяйства, то есть, занимаешься своим, да, хозяйством, идет вот этот мироторг, все, ты мешаешься, если ты так не уступаешь, что у тебя находят птичий гриб, свиной гриб, что-нибудь, ну, все, тебя сносят просто, и вот, если ехать, там, до Белева будешь ехать, и там будут одни черные быки, раньше там были разные хозяйства, мы все вот так общались, ну, как фермеры, сейчас такого нет, сейчас есть мироторг, и тот, до кого он не дотянулся, да, понятно, ну, здесь не так, да, везде, мне кажется, не так, такого беспредела, вот, мне кажется, нигде еще не дошли, что вот так вот, прям, наглую, ну, вот и хочется, понимаешь, хочется это все, свернуть, наконец, все это хочется прекратить, и, кроме как, нашими руками, силой оружия, по-моему, нет других вариантов, ни выборов, ни демонстрации, ни пикетов, поэтому, в принципе, понимаешь, возможно, вступая в наши ряды, ты можешь сказать, что это моя, воюю вот за это, за кусок земли, за правду, за фермеры, за правду, вот я смотрю, как у всех, а правда у всех своя, так, так получается. Ну, у меня такая, да, правда, ну, и, а, что вот заминку убереть, ты вообще не понимаешь, за что ты идешь, ты идешь, ты не можешь себе даже объяснить, зачем ты идешь, куда ты идешь, ты идешь просто, чтобы тебя не застрелили, получается, как вот гонят и гонят, тебя даже мотивировать не могут, потому что они сами не могут объяснить, для чего это все. Муравия сторона вопроса, ты сможешь убивать? С оружием, да, безоружных нет. Если человек будет сам против меня с оружием, то я могу убить человека. Убудительная лучшая совесть? Нет. Потому что, это будет? Суплеменник, земляк. Нет. Правильно. Враг? Есть враг. Согласен? Согласен. Так, у меня вопросов нет, тебе спасибо. Мы все узнали. Все, тебе спасибо. Спасибо. Один минус. Ну, такой, прям, жирный, что я погорел. Он попаян, и, ну, чисто по наркоте. Ну, по нему видно, что он, ну, короче, на него прям повлияло нормально. Ну, это то, что, знаешь, то, что говорится, вот, бесследно не проходит. Причем, судя по всему, как раз не трава, а именно амфетамина. Я думаю, что он, ну, да, вот он прям так, это более или менее, и вот если пойдет он по пути исправления, то он на нормальном станет тогда на или поздно каким-то. вот я же говорю, я с тобой согласен. Впечатление, он, кстати, из всех, наверное, на меня произвел наиболее какое-то положительное. Причем, его, знаешь, какая черта отличительная? Он не пытается произвести впечатление, он не пытается рассказать, что он классный парень, он не пытается рассказать про это, про то, что он там сейчас во все там от души. Ну, я даже, знаешь, вот он мне даже как-то симпатичнее там, чем первый, чем второй. Он кажется как будто таким, как более искренним какие-то, таким, не знаю. Ну, и в принципе, то, что он рассказывает, тоже все довольно, довольно складно, как приехал. И, кстати, очень полезно из этого разговора то, что он рассказал, то, что администрация колоний по сути дела специально накручивает режим там, где он не нужен, просто, чтобы выполнять, видимо, какие-то, ну, квоты, наверное, спускаются по каждому лагерю, сколько предоставят. и видишь, он сказал, что сначала было 30 человек, а потом 200. Он же сказал еще интересную историю по поводу того, что у них полуроты собиралась, когда был этот пригожинский имитет, собиралась с ними туда. Все ищут справедливости. Правда и справедливость. И порядка. И порядка. Вот я единственное, что я забыл, я хотел, видишь, я в голове держал и забыл. Я каждого из них хотел спросить, в чем правда. Они же все заправдывают. Понял? Они все заправдывают. это же чисто тюремный прикол. Правда, неправда. Но некоторые же есть мобилизованные. У них, наверное, какая-то своя там правда. там вообще правды не найти. Ну, вот, я его спросил, сколько он зарабатывал на заводе. Ты его спрашивал, сколько он зарабатывал на плантации. он как от зубов, 200, бах. Ну, нормально, зарабатывал вообще. Более чем. Так, а ты же не забываешь, что он сказал, Новгородская область? Ну, или там Нижегородская какая-то. Там Нижненовгород. Ну, я думаю, это вообще мармелад. Это как, короче, в Тернополе зарабатывать в 2020. 120 там. да, да. Плюс-минус. Да. Не сильно напрягает. то есть, это как бы. Ну, типа нормально. Ну, смотри, если русский дворский корпус захочет разводить марихуану, он нам нужен сто процентов. Но в качестве штурмовика пока не знаю, потому что... Он начнет петь реги сначала. пойдем сначала. Да, начнется с простого. Но еще раз говорю, на самом деле, там шутки в сторону. и как именно вот как личность он такое наиболее произвел впечатление на самом деле нормальное. Вот он не пытался, не пытался нас к себе расположить, не пытался как-то... Ну, этот тоже, который сиделец, убийца, который, он тоже как бы не пытался там сильно понравиться. Да, но на нему, конечно, отпечаток, тюрьма, тюрьмушка наложила однозначно, потому что он такой, видно, шуганный, осторожный, аккуратный. Вот, этот, ну, мне кажется, он просто такой, такой и есть. Такой и есть. В общем, ну, взрослый, по-моему, какой-то, сколько там? 35 лет он. Он просто выглядел хреново. По-моему, да. По-моему, да. Я еще обратил внимание, подумал, а я хорошо выглядел. Конфетки и фрукты. Ну, возможно. Нет, но он хотя бы узнает, на чем погорел, на чем не погорел. И интересно, то, что он эту историю. У него еще из плюсов, у него там нет никого. Да, да, я тоже завид, сложно, тоже спросить. Развивался там, типа, ну, короче, я тоже сказал. Там, вон, там, 500 детей, бывшие жены, безраздного рака, отшилаю домой. Да, кошмар такой. Да, согласен. Ну, короче, в отношении его, я вот, я не, по поводу там, да нет, даже не знаю, как себя вести. Ну, на фоне, я же говорю, первого, второго, третьего, он какой-то более, такое производит впечатление, искреннее, как минимум. Хотя, понятно, что все это может быть, тоже уловки, но, не знаю, на меня он впечатление, все-таки, какое-то, скорее положительное, произвел, чем негативное. Короче, надо подумать. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у.